Есть такой детский стишок. Говорят под Новый год что не пожелается, то всегда произойдет, то всегда сбывается. Вот люди с пессимистическим настроем, они не верят в глубокую мысль, заложенную в этом стихотворении. А люди же оптимистичны, романтичны, они каждый раз под Новый год загадывают все новые и новые желания. Вот о том, сбываются желания или нет, мы поговорим сегодня начистоту. Здравствуйте. Сегодня о новогодних желаниях у нас будут рассуждать студенты и эксперты. Позвольте мне представить наших экспертов. Андрей Филимонов, журналист, сценарист. Приветствую. Константин Ивашков, организатор детских праздников. Алия Халелова, визажист, консультант по стилю, агентство Женуя. Адлет Джумабек, КВНщик, Бас Продакшнс. Приветствую. Лана Скрипачка, светская львица. Константин Саркисян, кинорежиссер. Сакен Токтагулов, КВНщик, Бас Продакшн. Марат Алибаев, КВНщик, Бас Продакшнс. Приветствую. Давайте начнем наш сегодняшний разговор со студентов. Скажите, вы как относитесь к Новому году? Может быть, у вас есть какие-то особые истории? Или, может быть, вы что-то загадали уже под Новый год? Как вообще это все работает? Карат. Вообще к Новому году я отношусь положительнее, несмотря на то, что у меня есть клеймо. Наверное, мои родственники сейчас смотрят, друзья, они знают. Начиная с 2002 года, где бы я ни праздновал праздник, будь это гостиниц, дача родителей, родительский дом, либо я у подруги. Новогоднюю посуду 1 января, сегодня утром тоже я, мою ее я почему-то. Кто бы ни был и с кем бы, я бы ни праздновал. Утром 1 января я беру фейри, губку и всю посуду за всех я мою, пока все спят. А чем вы объясняете судьбу такую? Я не знаю. Все остальное время я никогда не мою посуду. Наверное, у меня такое наказание, что я теперь каждый год буду все-таки мыть. По поводу желания, мне кажется, это действительно праздник, где надо желать не только себе, надо быть эгоистом, всем окружающим, близким, знакомым, родным. Чтобы они тоже посуду мыли. Нет, не посуду мыть. Зачем? Я вот такого не хочу никому пожелать. Чтобы, знаете, меньше посуды было грязной 1 января. Меньше посуды. Меньше с этим, меньше болезней, меньше ссор, меньше финансовых кризисов. А еды побольше, еды побольше. Ты не загадывал желание, чтобы ты постоянно мыл посуду? Если найдутся в зале такие люди. Ну ты загадай на этот Новый год. То есть ты уж загадал, что ты загадал? Я загадал, чтобы в следующий год, 2011, я был не ураковины. Мыл, да, посуду. Машину мыл. Машину мыл. Другая версия. Машину молодца. Тот, кто верит, что под Новый год желания сбываются, он загадал, чтобы вы мыли посуду. Хочешь ли решить эту проблему, чтобы ты не мыл? А вы дадите свой номер? Я вас буду занимать 1 числа. Нет, нет. Женись просто. Действительно, все так просто. Вот настоящие казахские мужчины. Да, женись, и посуду будет мыть жена. А разве жена для этого? У настоящего мужчины, запомните, молодые люди, у настоящего успешного мужчины, жена – это визитная карточка вашей успешности. Он нанимает людей, которые моют посуду. Ясно. Ну, что вы думаете еще про Новый год? Это один из моих самых любимых праздников, потому что это семейный праздник. И для меня это время, когда у меня есть возможность поехать к моим родственникам в курорт Поровое и встретить там, увидеть своего дедушку, любимого, бабушку, увидеть своих родственников. Для меня это имеет огромное значение. Я бы для начала хотела всех поздравить уже с наступившим Новым годом, пожелать, чтобы в этом году решились какие-то проблемы. Ну, в общем, все типично, чтобы все было лучше в этом году, чем было в прошлом. Ну, для меня это семейный праздник. Оливье, шампанское, поздравление президента. Бабушка очень хорошо готовит, мы собираемся с семьей, стол просто валится, мы все дружно наедаемся, потом смотрим поздравления президента, потом катаемся на горках и как-то так, потом все дружно спят. Кара, я бы, знаете, хотел бы поменять немножко тему в ракурсе традиций. Салюты, желания в шампанском, мандарины. Еще была такая традиция, я не знаю, у нас был один спикер, она язык обычно зимой рассказывала сегодня, чтобы я попросил, осветил всех казахстанцев. На Новый год, новогоднюю ночь, после 12 она выходит, находит самую холодную железку, любую, труба, качели, скамейка, и язык прикладывает туда на пару минут. Вот, опа-на, и резко надо оторвать, но оторвать так, чтобы кусочек языка там немножко остался. А если целый язык останется? Нет, понятно, что он это сделал в прошлом году, поэтому не смог присутствовать. За кого попросили осветить эту историю? Вот, и тут у нас много, Максим, очень интересных людей, которые связаны с шутками, с традициями, с организацией праздника. И мне хотелось бы узнать, может, у вас какие-то есть традиции, чтобы немножко обновить Новый год, что ли, извините за такую формулировку? Ну, как-то очень из года в год скучно стало. Вот Карату скучно прикладывать язык, мыть посуду и так далее, да? Что ему сделало, чтобы было весело? Я боюсь, что он все исчерпал, все попробовал, потому что помыть посуду и приложить язык, тут сложно что-то еще предложить. Константин, может, у вас есть идеи? Детские, да. Именно детские? Ну, я не знаю, может быть, Дедушка Мороза позвать нужно было бы. Константин, а вы сами как проводите Новый год? Ой, вы знаете, для меня это немножко больной вопрос. Конечно, у меня Новый год обычно проходит в разгаре праздника, вот, в образе Деда Мороза. Не скучно, не надоело, не хочется вот оливье, шампанку? Нет, вы знаете, это не надоедает, на самом деле, потому что вот мы работаем с детьми, и всегда видно вот этот вот детский восторг, который когда видит Дедушку и бегут. Ну, правда, бывают случаи, когда некоторые дети даже забегают и под стол от Дедушки. То есть был такой случай у меня, когда ребенок, наоборот, залез под стол и не хотел вылазить. Можно вот вопрос нашему кинорежиссеру, да? Вот такая же традиция, как язык, да, там, 100 грамм у Деда Мороза мыть посуду. Есть традиция посмотреть фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» и фильм «Один дома один, один дома два». Подряд они обычно так крутят. Когда у нас, у жителей Казахстана, появится такой фильм, который будет сопровождать год минувший и помогать встречать новый? Давайте я отвечу. Константин стал иметь отношение к Казахстану буквально недавно, потому что это мой муж. Мы недавно поженились, кстати, в этом году. А до этого он был все-таки российским кинорежиссером. Кстати, вот насчет Нового года. Тоже очень интересно мы провели наш прошлый Новый год. Константин сделал мне в новогоднюю ночь предложение. А в этом году мы сыграли свадьбу. Но это надо рассказать просто. Я взял кольцо, это вот, кстати, к традициям. Ребята, когда будете делать предложение своим любимым, можете взять на вооружение. Я взял кольцо, ну, как обычно, да, вот кольцо, вот эта коробочка. Вместо вот на колено выходишь за меня замуж, я сделал проще. Я взял эту коробочку, поставил на елку, на самое видное место. И когда я сделал подарок, не-не-не, не предложение, а сделал просто традиционный подарок туда-сюда, я говорю, ну, там есть еще один подарок. Она говорит, какой? Я говорю, ну, ищи. Она облазила всю елку, а елка такая небольшая, и, в принципе, там не было. Не кремлевская. Да, не кремлевская елка. Минут 40 она искала, я прям вижу, он ее перед носом. Вот прям на видное место поставил эту коробочку. Ищет, 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 не может найти. Уже нервничает, и уже я начну нервничать. Срывается праздник. Да, праздник-то срывается, время идет, сейчас должен президент говорить речь, а она все никак не может найти свое счастье на елке. В итоге где-то через час она все-таки нашла эту коробочку, открыла, вот. Это, наверное, был самый дорогой подарок. Да, это не только самый дорогой, это самый ценный, самый долгожданный. Да, есть еще одну традицию я придумал. Это вот, кстати, к вопросу, да, к твоему. Я вот придумал такую вещь и предложил то желание запустить. Вот пишете желание, да, вот вы обычно говорите на Новый год, там, Деду Морозу, а вы пишете желание на листочке, из этого листочка делаете там самолет. Вот, да, благо у вас есть горы. И все дружно поднимаетесь на Мидео и запускаете эти самолеты. Представляете, сколько самолетов вспарят. Долетит к паркингу Мидео, да. Да, да, да. Да, да. Вот такую вот наивную традицию придумал. Хотела поблагодарить Константина в том плане и поставить как бы его примером. Хотела пожелать молодым парням не терять вот ту долю романтики и делать вот такие сюрпризы, делать какие-то приятные вещи для своих дам. И не обязательно жениться, чтобы жена мыла посуду. Кстати, я абсолютно согласна. Поэтому правильно Лана сказала, что жена – это визитная карточка ваша. Как выглядит, как ведет ваша жена себя в обществе, это большой плюс вам, мужчины. Поэтому хотелось сказать, не теряйте долю романтики и делайте хорошие и приятные сюрпризы своим дамам. А счастливьте нас, и посуду мы будем вам мыть добровольно с любовью. Арман, я знаю, было особое мнение, да, по поводу Нового года? Ну, как бы, прежде всего, хотелось бы поздравить всех с наступившим Новым годом. Пожелать этот год прожить со счастьем, здоровьем, любовью. В общем, а всем, кому не повезло, просто прожить этот год, на самом деле. Вот, ну, на самом деле, для меня вот Новый год с ранних лет, с детства – это два, а то и три дня подготовки, усиленные уборки, закупки всего, закуски, да, тоже подготовки, там, салатов различных, и пять часов счастья. Вот это для меня. Вот, начиная с десяти часов, кончая трех часами, когда уже первые начинают засыпать люди, храпят их, укладывают, их накрывают пледами. И, в общем, ну, не каждому, естественно, повезло так провести Новый год. Вот, допустим, я хочу рассказать историю моей однокурсницы. Дело в том, что она живет в Уральске, но учится тут, в Алма-Ате. Ну, как вы поняли, она моя однокурсница, я учусь в политехе. И последний экзамен у нас был 29-го. Поезда в Уральск идут по четным числам, и поэтому она могла уехать только 30-го. И то есть она приезжала в Уральск уже только 1-го числа. И чтобы не встречать одной в поезде Новый год, мать ей выехала на встречу. И они встретились на одной из станций, и вместе, в одиночку, во всем вагоне, вместе, ну, если бы в одном поезде одни в этом вагоне встречали Новый год, проезжая по заснеженным просторам. Я считаю, это очень красивый, на самом деле, Новый год, который не был проведен дома. И, ну, хотелось бы задать вопрос, пожалуй, у всех, не только у экспертов, также и у моих науважаемых соцспикеров. Как вы провели Новый год не дома, но в каком-либо другом месте? Заносила ли у вас судьба? У меня была одна история, она непосредственно связана с проведением, я был в качестве, ну, не помню, может быть, Деда Мороза даже, да? Мы проводили ёлку, и в 11.15 нас усадили в автобус, который должен был всех нас развести. И буквально 2-3 ещё участника нашего представления были развезены, и автобус поломался. Это было без 15.12 в центре города. И мы стали смотреть, что у кого есть, конфеты. То есть вот эта компания, Новый год был встречен в компании, в которой я даже не предполагал. Но он нас настолько объединил, и находясь пазик такой, автобус, мы достали шампанское, достали конфеты, и было, на самом деле, такое огромное ощущение радости, потому что понятно, что мы стремились каждый домой, попасть за свой стол, к своим родным и близким. Но как-то мы стали такими очень родными и близкими людьми. И там, я не помню, аккумулятор, бензин, по-моему, кончился. Было поставлено радио, и мы ещё минут 30 сидели, пока с этой же организацией не прислали другие машины, которые нас развезли. И вот этот Новый год из 40 моих встреченных, скажем так, вот запомнился наиболее. Просто нужно, наверное, не бояться, как сказать, вот этих новогодних всяких приключений, и если ты не боишься, то непременно тебя какое-нибудь приключение обязательно произойдёт. Просто нужно быть открытым, наверное. Ну, такая история. Я полностью согласна с Андреем. Да, аплодисментов не было. Действительно, Новый год происходит так, по тому сценарию, по которому ты сам себе написал. Я вот, например, лично я очень верю вот эти маленькие ритуалы, и даже в жизни их исполняю, но особенно я верю в эти новогодние ритуалы на исполнение желаний. И вот один из таких ритуалов мы сделали, мои подруги все собирались, достаточно яркие люди, это Жандарбек, Сарсибаев, да, телеведущий, Алексей Дженка, за Станфэшн Вик. Вот, у нас собралась целая компания. И вдруг, буквально уже началась речь президента, и вдруг Жандарбек вспоминает, есть такая примета, это писать желание на бумажке, его сжигать, бросать в шампанское, это шампанское надо выпить в первую минуту Нового года. Сказал Жандарбек буквально за минуту до наступления Нового года, когда уже президент говорил речь. Что мы начинаем? Мы сначала начинаем судорожно искать бумаги, судорожно искать ручки, потому что компания-то не очень большая, но подлично, всем же надо написать. Нашли бумажки, написали, тут же надо ее сжечь, начали сжигать, практически чуть ли не подожгли дом. В итоге сожгли, насыпали вот этот пепел в бокалы шампанских, все это происходило, я подчеркиваю, в течение одной минуты. Шампанское оказалось какого-то жуткого цвета, такого серо-бурмалинового, с таким неприятным... Я сделала хитро, я налила чуть-чуть шампанского, во-первых, я не очень люблю алкоголь, я налила чуть-чуть шампанского, залила пепел, и у меня одним глотком с выпущенными глазами с Новым годом, все кричат на улице, все хлопушки хлопают, президент закончил речь, там началась музыка, я этот быстренько глоток, смотрю на своих друзей, которые эти глотки делают, которые по полному бокалу налили. Вот что самое смешное, когда, кстати, мое желание исполнилось, потому что я познакомилась со своим сегодняшним мужем, встретила свою настоящую любовь, свою половинку, когда я спрашиваю у своих друзей, ну что, ваши-то желания исполнились? Мне Леша, Жандарбек, Ира говорят, а я не помню, что я написал. Так что я к чему говорю? Я закончу. Желания в Новый год, которые загадаешь, исполняются. Главное правильно подойти к этому вопросу.